Привет всем! Одним из наиболее опасных является абдоминальное ожирение с яблочком на животе. Какие проблемы? С чем связано? Как поступать? Эту тему поднял WebMD, Web Medical Doctor. И я хочу познакомить вас с их предложениями на сей счет. Жир на животе, говорит WebMD, это проблема не только из-за того, как вы выглядите, но из-за того, что это свидетельство отложения жира во внутренних органах, так называемый висцеральный жир, с которым связан риск сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа и некоторых видов рака. Укрустность живота у женщин с таким типом ожирения обычно более 87 и у мужчин более 101 сантиметра. И чем она больше, тем дела обстоят хуже. Одна из причин – вы потребляете больше калорий, чем сжигаете. И, например, чтобы скинуть полкилограмма лишнего жира, надо сократить около 500 калорий в день. Ограничьте углеводы в виде рафинированных сахаров, хлебопулочных изделий и фруктов. Сконцентрируйтесь на белковой, жирной пище, овощах и ягодах. С возрастом лишний вес может приобретаться не только потому, что переедаете, но и потому, что обменные процессы в организме замедляются. А это означает, что с повзрослением, с возрастом калорийность пищи должна уменьшаться. И больше внимания следует уделять также физическим нагрузкам. Многие винят гены в своем лишнем весе. И это так. Но имейте в виду, что даже при генетически определенных формах здоровый образ жизни с правильно построенным питанием и достаточной физической активностью позволяют эти формы держать в узде, а временами даже улучшать. Менопаузы ни одной женщине не избежать, но далеко не все с нею начинают набирать лишний вес. Это означает, что с менопаузой аппетиты надо еще больше прикрутить и усилить свою физическую активность. Помогайте себе через психические техники, если трудно. Одна из причин такого ожирения – вы мало двигаетесь. Минимальные требования для физической нагрузки, чтобы висцеральный жир не накапливался, это 150 минут в неделю умеренной или 70 минут интенсивной физической нагрузки. Лучше всего – это, конечно, циклические физические упражнения. Наиболее простая здесь ходьба, например, скандинавская. Дистресс, то есть патологический стресс – частая причина абдоминального ожирения из-за нарушения метаболизма, а еще из-за того, что его очень часто заедают, то есть он ведет к перееданию. Формируйте здоровое социальное окружение, сжигайте стресс физическими упражнениями, ведите здоровый образ жизни. Разного рода нарушения сна от простой бессонницы до апноэ во сне являются важными причинами накопления адоминального жира. Здоровый образ жизни. Последний прием пищи не позднее, чем за 2 часа до сна. Ложитесь спать в одно и то же время. Устранение апноэ во сне с помощью доктора – это все необходимые условия того, чтобы от лишнего жира начать издавляться. Ну и, конечно же, курение, жилое употребление алкоголем, приготовление пищи на транжирах ведут к накоплению висцерального жира. И эти все факторы необходимо держать под контролем. От курения лучше всего отказаться. Употребление алкоголя должно ограничиваться существующими нормами. Не более пинты женщины и не более 2 пинт мужчины в сутки, где пинта 26 мл в расчете на чистый алкоголь. И пример трансгенных жиров – это гидрогенизированное растительное масло. Кишечный микробиом может быть еще одной причиной абдоминального ожирения. Хорошая поддержка здесь – кисломолочные продукты, а также разные квашения. Наша квашеная капуста, например, или корейское кимчи. Квашение лучше готовить самим. И еще один важный момент. Есть медикаменты, такие как стероидные гормоны, антидепрессанты, средства от эпилепсии, бета-блокаторы и другие, которые могут способствовать набору веса. Обсудите с врачом эту проблему, чтобы пересмотреть назначение и чтобы среди принимаемых вами лекарств не оказалось тех, которые подгоняют ваш вес. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова